Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Тема у нас «Домашние служения, домашние группы, домашние общины». Я не знаю, как вы их озаглавите, потому что термины говорят об одном и том же, но на самом деле под ними, под этими терминами разные понимания. Мы об этом чуть позже поговорим. Ну, в общем, все это называется «Домашние группы». Мы будем говорить о домашних группах, о том, зачем они нужны, какой в них вообще смысл и как они кому-то надоели. Мы недавно шутили с Семеном, с Равином из Кишинева, с супругом. Мы когда собираемся вместе, то у нас единственная больная тема — это домашние группы уже очень много лет. И настолько предсказуемо всегда, что если мы встречаемся где-то, то у нас начинается все с разговора, что же делать, что же дальше делать, как же этим домашним группам выживать. Мы недавно с мужем так пошутили. Сейчас мы встретимся с нашим другом, и он скажет, надо же что-то делать. И муж говорит, если он это скажет, значит, я его хватаю, ты его бьешь. Это, конечно, и смешно, и не смешно, потому что действительно, в общем, это нелегко все получается. Поэтому я что хочу сделать? Начнем с того. Расскажите, кто из вас знаком или непосредственно служит в этом служении? Кто? Так, как много людей? Так, наверное, наоборот. Давайте тогда от обратного пойдем. Кто не связан со служением домашних групп? Раз, два, три, четыре, вы, пять. Есть люди, которые не связаны. То есть вы там не лидерствуете, а вы в группах являетесь частью групп? То есть вы их посещаете, да, но вы не лидерствуете как-то. Понятно. Хорошо. Когда вы слышали учение о домашних группах, с чего оно всегда начинается? Вот всегда. Вот книжек. Я думала привезти все, потом думаю, у меня чемодана такого нет. Вот когда вы берете брошюру или начинается какая-то лекция, тренинг, тема про домашние группы, с чего оно всегда начинается? Про что начинают рассказывать? Ну давайте, сейчас мы будем включаться, кто с работ, кто еще не согрелся. Хочу, чтобы вы... С чего начинается вообще тема домашних групп, обучения? Ну вот в Библии там нам начинают рассказывать, что есть такие штуки, домашние группы называются. Откуда начинается это повествование, как правило? Я не буду вам подсказывать. Вот спасибо, хотя бы в Библии. Уже теплее. Еще теплее, если же на сдеянии. Вот, всегда. Когда нас начинают обучать теме домашней группы, всегда все начинается, что? Вот у нас есть книга «Деяний», и там есть история о домашних группах, и собирались они вместе. Вот, любую брошюру начинаете о домашних группах, вот примерно отсюда она начинается. И поэтому других вопросов мы не задаем. Это самый железный аргумент. Почему же должны быть домашние группы у нас? Потому что они были там, в книге «Деяний». Вот раз они, значит, были там, значит, они должны быть и у нас. И на первых порах такой мотивации достаточно. Правда, если это делала первая община, то, значит, должны делать им это нормально, аргумент хороший. Я вам хочу сказать, что если это единственный аргумент, то очень скоро все заглохнет. Ну как, если вы люди верные Господу, посвященные, если вы его любите, вы понимаете, что это хорошая идея, вы, конечно, будете толкать эти домашние группы со всей своей силы. Но будет очень сложно. Ну, во-первых, хотя бы потому, что мы не живем во время «Деяний». Мы не Израиль первого века. И самое важное, наверное, к чему я когда-то пришла со своими исканиями в вопросах домашних групп, по каким моделям шла церковь первого века? Почему они начали свои домашние группы? У них же не было предкниги «Деяний», где они бы вот так вот собрались, апостолы, и сказали, а вот в той-то книге хорошие люди, значит, вот они собирались по домам, поэтому мы сейчас тоже будем собираться по домам. Мы сделаем все так, как сделали они, и у нас тоже все будет так же в шоколаде, вот как и у них. У них же ничего подобного не было перед ними. Отчего же они так все начали? У нас же не было, потому что прятали. Так, они прятались. Не в то время, о котором описывает книга «Деяний». Они прятаться начали гораздо позже. Так, Мишуа, чтобы они собирались, да? А где, вот что он сказал, как он им это сказал? Я хочу просто, чтобы вы сейчас начали вспоминать все, что когда-нибудь слышали правильно, неважно, неправильно. Все же вы об этом знаете. И Мишуа сказал... Хлебопреломление делать. Так, хлебопреломление делать. Ну, мы не знаем, как часто и в каком доме, и в каком составе. Так, делать это. И до сих пор спорят, как часто. Некоторые считают, что должен делать только 14-го Ниссана во время Сендера. Тогда раз в году. Ну, уже как, да, можем спорить. И вы знаете, что апостолы-то, они всегда были вместе, недолго. Они же разошлись, да? Потому что если бы так вот они приняли, значит, заповедь, все время собираться, так они, получается, они должны были расходиться тогда, если так думать. Ждали обещанного от Отца. Совершенно верно. Это... Что тогда произошло? Правильно. Да, речь шла о каком-то очень важном событии, которое они должны были дождаться именно в Иерусалиме. Это... Да, они дождались, они получили... Все, что дальше? Учение о домашних групп не получилось. Вот. Пришли, получили. Нету тут учения про домашние группы, правильно? Вот. Учения о домашних группах в книге Деяний нет. Книга Деяний — это историческая книга, которая рассказывает о том, она рассказывает о том, что они делали. И мы можем, исследуя их жизнь, их поступки, их ценности, о чем-то думать, научаться, но там нет учения о домашних группах. Хорошо, есть поверение было. Какое? Так, и проповедуйте. Так. У нас совершенно верно. Значит, это важно. Совершенно верно. У нас есть некое повеление, там точно ничего про домашние группы не написано, но если мы с вами соберемся и начнем отвечать на вопросы, как это сделать, например, как научить людей всему, чему Господь заповедал. Как-то это так не получится, куда-то приехать в город, что-то там сказать со сцены, уехать и не выйдет. Мы будем понимать, что речь идет о каком-то стабильном научении, о постоянстве. Если мы начнем отвечать на вопросы, как мы придем с вами к домашним группам. Придем. Потому что домашние группы — это что-то связанное с ежедневным хождением в Господи, вообще с бытом людей. Когда мы читаем книгу «Деяния», мы читаем истории пробуждения, об одном из них я сегодня вам расскажу, мы узнаем об отрезке времени, о чем-то. Раз что-то великое произошло, мы узнали о каком-то чуде или каком-то сильном движении на протяжении короткого времени, о какой-то одной персоне, о какой-то личности, о каких-то великих людях. Но мы не знаем на самом деле о том быте, о тех людях, которые жили каждый день, они ходили на работу, они сложно или не сложно зарабатывали свой хлеб, они женились, выходили замуж, рождали людей, были войны, болезни, они переезжали из страны в страну. Когда мы читаем о пробуждениях или о каких-то великих событиях, мы вот про все вот это мало что можем знать. А это та самая реальная жизнь реальных верующих, в которой они сталкиваются с реальными вопросами, иногда или даже часто не знают, что им делать. и мы вот эту неделю будем говорить о таких вещах, о которых, может быть, бытовых, о каких-то таких вещах, которые связаны с простой жизнью простого человека, простого верующего человека. я думаю, что если... А вы историю изучали? Вы изучали историю церкви, например, реформацию? Что-то слышали об этом? Чтобы я так неповерхностно... Немножко слышали, да? Чуть-чуть слышали. Что изучали? Что изучали? Ну, это реформация и церкви. История церкви. А как в общем, да? Она, история церкви, делится на эпохи и географически тоже делится чуток. И потом на историю конфессий. И есть... Я вам расскажу об одном пробуждении и хочу рассказать о роли одного человека, и роли именно служения домашних групп, которые повлияли на очень большое пробуждение в XVII век. Когда... Вы, наверное, может, и не слышали даже такого слова. Пиетисты слышали? Такое кто-то слышал, да? Они вам так очень мало... Мало вообще пишут так. Чуть-чуть. Смотрите, что происходило. Мы, когда с вами знаем... Вот сейчас в этом году 500 лет... Да? 500 лет реформации будут праздновать. Великое событие. Следующее. Ну, что-то вот сейчас где-то близко. Что произошло... Я так запомнила. В 15-17-1517 год произошли реформы. И это такое серьезное, великое событие. Но если изучать историю этого века и следующего, то становится очень... Ну, честно, страшно. Потому что, когда происходит какое-то движение в мире, оно за собой тащит очень много последствий, как хороших и плохих. Сторонники реформации, конечно же, рассказывают о хороших. И всегда мы, когда хотим рассказать о каком-то своем времени, о своем успехе, мы рассказываем всегда что-то, что нам нравится рассказать. И мы можем избегать какие-то истории, которые бы помешали красоте нашего рассказа. Когда началась реформация, вы знаете, голодные люди, которые вообще не представляли, что у них может быть какая-то свобода, и она связана была как с экономическими проблемами, так и с тем, что теология того времени, она ставила священство, которое имело огромную, колоссальную власть, оно делало священство такими, как я люблю шутить, все папы римские. Народ чернь, ничего не может, ничего не умеет, они священники, они знают Бога, у них можно купить прощение. Если посмотреть на картины того времени богословские, то лица средневекового искусства, если посмотреть на лица, погуляйте по интернету, посмотрите, лица людей очень страшные, вы на лицах всегда увидите ужасный испуг, это сумасшедшие глаза, открытые рты, страдания, страх, 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 горе, страх перед смертью, страх перед смертью, страх перед адом, иначе бы не получилось идеи с этой индульгенцией, не вышло бы, на чем было сыграно, на невежестве, на страхе, и вот эти люди вдруг получают информацию о том, что они тоже священники, оказывается, что если они приняли Христа, то они тоже священство, понимаете, они вдруг поняли, что оказывается их обманывали, они могут быть на равных, сколько было убито людей и сколько очень быстро поднялось уже пророков и лидеров, которые там и сям проповедовали о конце времен, вокруг себя собирали группы, общины, целые крепости, даже городки, там провозглашали себя великими пророками, это было страшно, убивали на улицах, вроде бы хотели принести свободу, очень много было убийств. И вот то самое заявление, что спасение по вере вчерашнее завтра поставило очень большой вопрос, нужно было этих людей, которые оказываются невежественны, которые вдруг все начали читать и комментировать Библию без какого-то понимания и образования. Что начало происходить, это было тяжелое время, и тому же Лютеру ему пришлось писать правила, он вчера кричал, что правила не нужны, достаточно вера, завтра он понял, что без образования этого населения все будет очень плохо, и появились куча памфлетов, учений, против чего вчера боролись, завтра начали делать то же самое, потому что было понятно, что без этого никак, нужны были оказывается правила, нужны были какие-то объяснения, тяжелое время было, было очень много убийств, было анархии много, было ужасно много ересей, войны, иезуиты против протестантов, какой-то монарх воцаряется, и все то, все его убеждения, все то, во что он верит, будет иметь силу, потому что он воцарился, если на него влияли протестанты, лютеране, значит, он будет продвигать эту точку религиозную, если он имеет связь с иезуитами, с какими-то группами католиков, значит, он будет эту веру защищать, и вот войны, в общем, что я хочу сказать, что великое пробуждение в 1517 году произошла реформа, через век охладела до такой степени, что если бы не некоторые события позже, от него бы ничего могло не остаться, только такая, знаете, холодненькая история, люди, которые совсем недавно горели, готовы были, не знаю, делать великие поступки, ради Господа превратились в таких, знаете, холодных религиозных надзирателей доктрин, не осталось той жизни и огня, ничего не было, они сделали плохую альтернативу, в которой не было жизни, если, когда начиналось пробуждение, начали переводить Библии на разные языки, давать людям Божьи Слово, то уже через какое-то время историки пишут, что в студенческих городах университета, где преподавалось богословие, можно было найти множество памфлетов, каких-то там напечаток лютера, но Библию иногда очень сложно найти было, вот так произошло, совсем немного времени, потом в истории Европы произошла 30-летняя война, она вымотала до такой степени слабых, в данном случае я говорю о протестантах, реформистах, что когда она закончилась, уже от них, скажем, как от группы людей, которые проповедовали огонь и веру, мало что осталось, это отдельная история христианства, если вы захотите, вы об этом, думаю, легко найдете, работы какие-то, у меня, с географией большая проблема, я не знала, думала, что это шутка, это такие, так называются, топографический кретинизм, кретинизм, да, это так, это если мне повернуть вот так, два раза, я уже потом не знаю, где я нахожусь, но это правда, я не преувеличиваю, мне, когда идет речь о каких-то координатах, географии, мне нужно, ну реально, я каждый раз смотрю на глобус, вообще не понимаю, где это происходит, но сейчас получилось немножко поездить по Европе, я видела, сегодня так и говорят экскурсоводы, это был храм евангеликов, но после там, или во время 30-летней, с периода 30-летней войны, это принадлежит к католикам, по сегодняшний день есть эти памятники действующие, да, у лютеран, у протестантов отобрали храмы, лишили священства, и эти события повлияли на то, что люди начали бежать из Европы, началась сильная миграция тех, которые не принимали ортодоксальную на то время религиозную форму, они пошли в Трансильванию, они попали в Буковину, немцы переселились в Россию, если вы, я думаю, что если бы какой-то верующий человек или богословский обученный человек поставил бы Анна Каренина, он бы уделил этому внимание, знаете ли, что Анна Каренина, она была пиетисткой, вот это слово, да, если вы читаете роман, вы не знаете, что это, вы так прочитали, и, а, какая-то она там была пиетистка, она, оказывается, принадлежала группе, вот, этих людей, на них повлияли немцы, немцев очень много было в России, и в России были организованы вот такие вот богословские кружки, но это немножко забегая наперед, что же произошло, якобы Шпеннен, его имя, видя вообще совершенно бесполезность, омертвелость веры, он не собирался делать никаких реформ, никаких реформ, но всегда так происходит, когда то, что вчера очень ярко горело, сегодня умирает, всегда найдутся люди, обязательно найдутся люди, которые с этим не согласятся, и точно так же появились группы людей, которые не соглашались с тем состоянием веры, с тем состоянием христианского мира в Европе, и этот человек, не пытаясь раскалывать церковь, не пытаясь там что-то новое создавать, он решил принести реформы, и он хорошенечко поработал перед тем, как сделать заявление, он создал ряд заявлений, я сегодня не хочу так уж прям глубоко внедряться в эту тему, потому что не о пиетизме, просто это интересная история, и он начал их распространять, эти заявления о том, каким он видит, какой должна быть церковь, что есть церковь вообще, он начал озвучивать свою веру, и эта вера исходила из священного писания, из его исканий, и он говорил о том, что верующие люди должны стремиться к святости, это очень сильно отличалось от доктрин просто веры, ну вот, что надо верить, и спасение по вере, и все по вере, и все по вере, он начал говорить о святости, он начал говорить о том, что церковь, это священство, и это слово священство, оно отличает этих людей стилем жизни, стилем жизни, он очень много учил о воздержании от похотеплоти, он проповедовал, учил в домашних группах, он начал собирать домашние группы, его вообще учение начало распространяться через то, что он собирал в домах людей, и изучал с ними Библию на дому, конечно же, несмотря на то, что он говорил о том, что он не хочет раскола в церкви, не собирается создавать никаких новых движений, литеране побаивались его, потому что то, что он начал делать, ну, это не так выглядело, как то, во что они верили вчера и третьего дня, но он по-прежнему показывал, что раскола делать не собирается, студенты, богобоязненные или богоищущие люди, таких было достаточно, они начали слышать о том, что собираются люди на домах, чтобы почитать просто писание, был голод у людей ищущих, они приходили, они молились, начали организовываться от них домашние группы, появились такие школы, отдельно женские, отдельно мужские, это не то, чтобы монастыри были, это не были монастыри, но там учились богобоязненные жизни, они могли там оставаться какое-то время, началось очень сильное движение, почему их назвали пиетисты, слово пиетисты означает святоши, это было как бы издевательское, это не хвалебное название, святошки, святоши, они начали отделять себя от общества, и их стиль жизни демонстрировал их особенности, мы об этом очень мало знаем на самом деле, потому что, знаете, кого запоминают, ну вот о ком мы вообще всегда слышим, когда речь идет о пробуждениях, вот например, Европа знает Мартина Лютера, а знает ли она тех людей, которые перед ним сделали те же самые вещи, и их, например, повесили или сожгли. Очень мало, ну очень мало. О нем одном говорят, как будто бы он единственный сделал все. Перед ним шли люди, и рядом с ним шли люди, параллельно в других государствах, когда Бог начал поднимать людей, когда он начал делать свое пробуждение, в разных частях земли поднимались одновременно, одновременно движения, и, конечно же, там были люди. Вот так как-то случилось, что знают больше об одном, о ком больше говорят, о том и знают. Но в пробуждении Бог использует очень по-разному людей. И когда он начинает что-то делать, это как такая, знаете, как лавина, которая, если начинается, она начинается одновременно в разных местах. Потому что Дух Божий, он как, ну, мне кажется, что когда начинают происходить такие вещи, это похоже на волну в море или в океане. Она не может в одной точке быть, а в другой не быть. То есть эта волна. Что произошло после? Казалось бы, просто один человек, просто вот я думаю об этих людях, что ему в голову пришло? Но он же не видел модели, которая была перед ним, ничего подобного не было. Как этот человек просто себе решил, что он будет собирать людей на дому и изучать с ними Библию, учить о святости? Откуда он знал, что за ним пойдут столько последователей? Пробуждение 17 века, которое захватило Европу, Америку, пробуждение, в котором это движение начало заниматься миссионерством, о чем раньше никогда даже не думала. Это все родилось после движения пиетизма. Это было в Германии, одновременно методисты были в Англии. Я немножко больше знаю о том, что происходило в Германии, в Австрии. Уже имена, может, вам знакомы, Цициндорф, моралистские братья, это последователи. Просто где-то находились люди, приходили дома, кто-то, кто горел словом и хотел передавать знания о Боге другим, взял эту инициативу, взял эту ответственность, начал собирать людей. Смотрел ли он на книгу «Деяний» как на модель? Я не знаю. Думаю, что да. Я думаю, что он посмотрел, что это возможно, и начал делать это. Была ли у него какая-то структура ячейки 12, ячейки 16? Я думаю, нет. Я думаю, что он понимал, что это должно быть как-то структурировано. Я уверена, что понимал, потому что, во-первых, немецкая ментальность, она очень точно все там прописана. Мы иногда начинаем служение, и это похоже на, знаете, как мне один пастор говорил, мы сначала сели в самолет, а по дороге начали решать, как им управлять. Этот же все сначала прописал детально, по пунктам решил, что он будет заявлять, заявил, понимаете, порешал все вопросы с братьями, чтобы его, он думал о последствиях, он не хотел, чтобы то, что он начнет делать, встретило протест. Он не хотел, чтобы их считали бунтарями, он не хотел проблем людям, которые начнут изучать слово. Он предполагал, что могут быть проблемы, и они немножечко таки были, потому что его объявили еретиком, у него были, он думал, что вот-вот придет мессия, у него было такое эсхатологическое очень настроение, что вот скоро-скоро все свершится, и потом, конечно же, его оппоненты использовали против него, что вот он ошибся, он не так хорошо знает Бога или Писания, но это отдельная тема. Последователи пиетистского движения начали отправляться к эскимосам, к индейцам, в Индию. Король Дании хотел начать миссионерское служение и не смог найти у себя ни одного человека, который мог бы этим заняться. При финансировании, и он обратился к этим ребятам. Они стали посылать людей по всему концу земли с проповедью Евангелия. До этого никогда протестантское движение этим не занималось. Они занимались очисткой доктрин веры и очень сильно наблюдали, чтобы, не дай Бог, никто это не нарушил. Вы представляете, просто что могло сделать в конечном итоге, какой резонанс могло сделать то, что какой-то один человек когда-то однажды собрал тех, кто хочет слушать слово у себя на дому. Сначала домашки, потом эти школы благочестивых, потом университет теологический, потом миссия. И люди находили, они приезжали с других стран, из Франции, Германии, Швеции. Они брали эту идею и несли дальше. Это пробуждение началось всего лишь навсего. Кто захватил Америку, о нем можно отдельно читать, всего лишь навсего с того, что одному человеку однажды взбрело в голову в труднейшее время собираться на дому. Это, конечно, не наша с вами еврейская тема, а Европа, но тем не менее, это живой пример того, как Бог может использовать людей. Это история еще одного из, наверное, будем говорить, пробуждений. Началась она где-то в доме и началась через какого-то конкретного человека, а потом просто уже не сосчитать. Ко мне попала книжечка Эдвардсона, по-моему, Эдвардсон его имя, да, 17 век, он описывает, и она называется, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, положительный, отрицательный дух, положительный, или отрицательные признаки духа истины. Она была переведена на русский язык где-то в 90-х, погуляла по церквям и исчезла. Я думаю, я когда ее взяла в руки и начала читать, я начала ее искать в книжных магазинах и нигде не нашла, в библиотеке одной читала. Маленькая книженция такая описывает систематический труд, учитель описывает историю свою, он говорит о том, что видел, как кальвинисты, то есть еще одно из движений протестантских, как кальвинисты, они собирались в общины, движение внутри них было настолько сильное, что они пришли к этой идее их избранности, особенности, эксклюзивности, она на их взгляд давала им право думать, что их дети, и уже только их дети, они могут быть крещены, то есть сами они приходили как-то вот так по вере к Богу, но уже их потомство особенное, да, могло быть, быть крещеным в детском возрасте, и такие, было время пробуждения, я думаю, как во всякое такое время могут быть неправильные какие-то взгляды, доктрины, и что он описывает, Эдвардсон описывает, что я наблюдал, я видел такое сильное движение Духа Святого, такие проявления, я читаю, думаю, что не правда, 17 век не может быть, я помню это в 90-х, он описывает вообще богослужения 90-х, которых я видела своими глазами, когда проявление Святого Духа делало с людьми разные вещи, мы смотрели на это, мы не понимали, что это, почему это так все происходит, но мы точно знали, что там Бог, это было внутри знание о том, что это движение Божье, и он описывает, что говорит, я видел эти пробуждения, люди, которых посещал Бог, были признаки, физические признаки, ну вы знаете, как это может быть по-разному, когда Бог касается человека, физические признаки, они настолько сильны, что никто из присутствующих рядом не может как подумать даже о том, что Бог не коснулся этого человека, он говорит, и что, где эти тысячи, что с этими людьми произошло, если их так сильно касался Бог, что один воздух поднимался, второй исцелялся, третий видел, четвертый слышал, и пророческое знание, что только там не было, проходит время, заканчивается какой-то отрезок времени, где эти люди, почему их жизни не изменились, касался ли их Бог по-настоящему, неужели, если Бог касается, это не должно в человеке остаться навсегда, он хорошие вопросы задавал, и он свидетель интересных вещей, и он рассказывает о том, что он для себя сделал выводы, это уже его практика, его исследование, он сделал выводы, я не буду пересказывать книжку, интереснейший труд, говорит о том, что своими словами в простоте передам, его мысль, одну из мыслей, он говорит, есть такие признаки работы Святого Духа в человеке, которые видят все, ну, очевидно, что с ним что-то сделал Бог, но это абсолютно ни о чем не говорит, потому что работу Божью в человеке, что Бог совершил в нем работу, можно определить только по плодам и изменениям, например, человек кричит, пищит, слезы у него катятся ручьем, падает, разрывает на себе одежду, все там кается, ползает на коленях, он описывает именно такие очень яркие проявления, говорит, что с ним произошло, с ним произошло, он увидел ад, показал ли ему Бог ад, показал, это человек перепуганный реальностью того, что он увидел, конечно же плачет, конечно же кричит, конечно же просит прости, есть ли гарантия, что вот он обратился, говорит, абсолютно необязательно, говорит, он мог очень сильно напугаться, и все. И это 17 век, друзья, я подумала, почему этот труд в 90-х не заинтересовал людей, ну удивительно, мне подрыли эту книгу, нашли люди, я искала эту книгу, они нашли, у меня есть этот экземплярчик дома, интересный, и вот он тоже, этот Эдвардсон, он описывает движение в Америке, которое пришло от последователей пиетистского движения. Так, история пробуждения, можем ли мы взять с вами что-то полезное для нашей темы, которую мы будем разбирать целую неделю, никакой структуры, никаких идей, ничего, вообще, я знаю, что были домашние группы, я знаю, что они были разные, были вот так, как мы с вами собираемся, были такие группы, были что-то вроде школ, где люди жили, на период времени, отдельно мужчины, отдельно женщины, вот, все, что было у них действительно ярко, они очень сильно уделяли внимание святому образу жизни, очень сильно, то есть они обговаривали, как это должно выглядеть, в чем это заключается, то есть уделяли внимание тому, как выглядит праведность человека в ее практическом выражении, наверное, так, и старались следовать этому, хорошо, скажите теперь вы мне, я просто не знаю, насколько, ну вот, там, цепляя то, что я говорю, я не знаю вас, не знаю вас, чем вы дышите, какой у вас опыт, вот вы сейчас слушаете эту историю, какие мысли у вас приходят, поговорим, и потом перерыв, о чем вы думаете, кто-то мне машет головой, кто-то улыбается, о чем вы думаете, когда вы слышите это, ну, какие мысли у вас, какие, очевидное, движение было, и казалось, что будет какой-то прогресс, что-то произойдет в дальнейшем, сильнейшее какое-то духовное, но просто, но мне, это же момент, это так, не знаю, но мне кажется, что-то делали, что-то как, поэтому, если с ними познавать, это так, что-то было, или это было, или мы как-то приняли, его на один момент приходили, что-то улыбаешься все время, скажи мне, ты такая вообще, какая хорошо, я думаю, что это по-настоящему святость, как это жить святость, как это набор фару, или больше, или как это святость, я думаю, что они как раз этим и занимались в домашних группах, чтобы решать для себя на то время, что такое святость, потому что в период, когда, например, голодали люди, священники просто обжирались невероятным образом, страдали обжорством, вот вы сегодня сильно обращаете внимание на этот грех, описанный обжорством, он же написан, это же грех, знаете же, он написан в Новом Завете, сильно, вы слышали, что вы об этом проповедовали, или там говорили, ты брат, или ты сестра, тебе нужно покаяться, слышали такое сегодня? сегодня даже как-то и неприлично об этом говорить, я думаю, что когда люди голодали, а у этих было обязательных 12 блюд, обязательных на столе, на фоне того времени это могло выглядеть как редкая моральность и грех, я думаю, что они этим и занимались, и говорили о том, как должна выглядеть святость человека, она действительно имеет форму, мы не любим об этом говорить, у нас иногда благодать покрывает все, что надо, и как нам кажется, и все, что не надо, вот, но им удалось для себя определить, как они будут выражать свой образ жизни, почему их и обзывали святоши, я думаю, может, Анна Каренина со своим образом жизни потому и покончила жизнь самоубийством, потому что она никак не могла определиться, как же ей жить в том, в чем она живет, на фоне того, о чем она слушает, когда посещает домашние группы пиетистов. Хорошо, перерыв, правда? Продолжение следует...